Йо, всем привет! Сегодня я записываю видео о том, как я получил три отметки на Т-54. И начать видео я хочу с выбора орудия. Основной вопрос, который появляется у владельцев Т-54. В данный момент я рекомендую играть с орудием 100 мм Д-54, который имеет 219 мм пробития базовым снарядом и более высокую точность в сравнении с орудием Д-10 Т-2С, у которого выше значительная скорострельность, но у которого всего лишь 200 пробития базовым снарядом и значительно хуже точность и время сведения. Плюс этого орудия, ну понятно, это более лучше точности, более лучше бронепробития именно базовым снарядом. Его вам будет хватать для того, чтобы пробивать большинство СТ-шек в лоб и какие-нибудь тяжелые танки, допустим, 8 уровня, типа Лев, С-3. А 200 мм вам для этих целей будет не хватать, придется стрелять голдой. Ну и плюс точность. Самое-то главное, ладно, допустим, у вас куча серебра, можете позволить себе играть на фулл голде, практически точность этого орудия, она значительно уступает, тем самым съедая его преимущество в ДПМе. У меня есть оба этих орудия, и раньше я играл именно на другом орудии, не на том, на котором я нафармил 3 отметки, но потом зрители мне посоветовали его переставить, и я его переставил. Стабилизатор, оптика, досылатель по стандарту, экипаж, ремонт, маскировка. И третий перк как на 100% прокачается, я его сброшу на боевое братство, а четвертым перком уже поставлю перки на сведение и обзор. Обзор всего лишь 390 метров, именно скорее с этой целью я поставил доп. паёк, ну и плюс инструкция на пожаротушение за боны. Ну и, собственно, всё, боекомплект большинства ПБшек, ну почти половина боекомплекта голды, потому что голда здесь злая, этой голдой можно уверенно пробивать большинство тяжелых танков даже 10 уровня в лоб. Вот, ну и давайте посмотрим сам бой. Сыграли мы этот бой вместе с Мозолькой, с Катей. Она прокачивала Мауса, играя на Мойсхине, Маусе 9 уровня. А у меня была отметка на орудии перед этим боем 94,6. Соответственно, увидев вот этот вот сетап, абсолютный топ, всего лишь 2 артиллерии, ну как, не всего лишь 2 артиллерии, 2 артиллерии, но от которых я могу поджаться, которые мне ничего не сделают, я понял, что, ну, 90% я получу отметку на орудии в этом бою. Вначале хотелось бы пару слов сказать про Т-55А внезапно, ну, посмотреть, как ЛТТБ здесь кувыркается. Так и было задумано. Так вот, пару слов про Т-55А. Кто в ангаре посмотрел, средуха у меня на Т-54, на Т-55А, на Т-54 сейчас 1700 с чем-то, а на Т-55 почти 2500. Может подумать, что Т-55 более классный танк, чем 54-ка. На самом деле нет, все гораздо проще. 54-ка просто мой самый, ну, не самый, один из первых танков в ангаре с 2011 года. Соответственно, поэтому на нем такая средуха низкая. Вот, а на Т-55 я играю мало, уже после того, как, скажем так, научился играть. И когда стало проще набивать урон в игре, вот. Вообще, Т-55 уступает Т-54 за счет, в первую очередь, бронирования. У Т-54 120 мм ВЛД, а у Т-55 всего лишь 100, что позволяет чаще на Т-54 танковать. Плюс у Т-55 по ощущениям более косая пушка. И у нее как будто бы чуть медленнее летят снаряды. Ну и плюс у нее меньший боекомплект. Так, соответственно, Т-54 прокачиваемая, она, конечно, значительно лучше, чем Т-55, Т-55, который выдают за ЛБЗ. Ну, на мой взгляд, может быть, кто-то с ним не согласится. Но я думаю, большинство все-таки согласятся со мной. А сейчас начинается процесс набивания трех отметок на орудии. Ну, вот просто, и реально, вот этот вот бой, это самые легкие три отметки на орудии, которые я получил в игре вот за этот бой. Что может проще, чем выехать на Т-54 в лоб на контуженного КВ-3 и начинать его спокойненько метелить. Здесь у него еще совзводный стоит, прикрывает его, обратите внимание. На Т-7. И совзводный такой решает, надо подсобить, надо подсобить ему. Спокойно стреляя базовыми снарядами, естественно, по этой мелочи. Вот, при том, что если бы я играл на пушке 200 мм пробития, АТ-7, конечно, это же бы я в лючок и 200 мм пробивал. А вот КВ-3 я бы периодически рикошетил по нему, потому что это такой танк относительно рикошетный. А 219 мм, конечно, хватает за глаза пробивать. Ну, незаконно, нечестно скажете вы мне получать три отметки вот таким вот халявным, по сути дела, образом. А что делать? Как говорится, не мы такие, жизнь такая. Выстрелил мне в гусеницу. АТ-7, а это все, что он смог сделать после того, как отправился в ангар. Помню, Катя в этот момент громко возмущалась, то, что она еще едет. А есть уже два фрага халявных просто. Ну, вот так, ну просто халява. Как будто, я не знаю, с ботами с какими-то перестреливаешься. Ну, с одной стороны, должны быть и такие бои, согласитесь. Бывают такие бои, в которых ты прям тащишь, прям ты потеешь. Ну и должны быть такие бои, которые называются изи-каточка. Когда ты просто выехал, просто настрелял урон, вообще даже ни одной капельки пота у тебя не появилось ни на одном месте твоего тела. Ну, вот что делать от ВЗ? Он просто дарит мне урон. Просто дарит. И отправляется в ангар. Готов. Три семьсот и тысяча ассиста. Я думал, в этот момент, что скорее всего уже нафармил я на три отметки. Да, вот четыре тысячи и тысяча четыреста ассиста. Я думаю, что этого должно было хватить для того, чтобы полупроцента настрелять. Но здесь еще ребятишки катаются. Вон, Т-54 образец. Катя вот только приехала по нему пострелять. Как он убегает от нее. Подставляясь. Под кого? Под, конечно же, под меня. Триста шестьдесят пять. Еще и альфа вылетает по триста шестьдесят пять. Триста семьдесят вылетело по кому-то. Ну, в общем, не бой, а просто красота. Вот благодаря таким боям, как это, появляется такое ощущение, что ты отвел душу. Зашел в танки, сыграл такой бой. Прям так тебе легко стало, на душе спокойно. Прокатился, просто пострелял. Настрелял кучу урона. При этом, ну, вообще не сделал ничего такого сверхъестественного. Светится артовод, не успевая его. Продамажить. Ну, зато успеваю его добрать. Очень точное орудие. Именно вот это вот, с которым я сейчас играю. Кстати, ни единой голдинки я не выстрелил в этом бою. Ну, потому что и не по кому было ей стрелять. Захватываю револьверы Эйзе на автоприцел. И ставлю финальную точку в этом бою. Сейчас вот этот, по-моему, из союзников доберет. Да, я тут уже подумал, что все, мы уже выиграли. Совсем не заметил то, что у нас Т49 на миникарте еще катается. И сказал сначала, ну, я за ним не поеду. Потом подумал еще раз. И решил прокатиться. Я сейчас чуть ускорю. Чтобы последние 10 секунд досмотреть этого боя. В принципе, все, что я хотел рассказать про Т54-ку, я рассказал. Легендарная, легендарнейшая, я бы даже сказал, Т54-ка. Таракан, как ее прозывали в игре, когда она только появилась в 11-м. Ну, в 10-м, точнее, году. Я просто сам с 11-го года играю. Вот. И, наконец-то, я на ней получил 3 отметки. Причем, получил эти 3 отметки, ну, вообще не прикладывая никаких усилий. Плюс это мастер, основной калибр. 5200 урона. И 1500 асиста. Получается, за почти 7000 суммарного урона у меня отметка примерно на процент поднялась. В ангаре увидели 95,5. Показывал отметка. Это вот как раз после этого боя. Вот. Такой бой. Изи катка. Желаю вам побольше таких же легчайших боев. Кто смотрит меня видео на канале с тремя отметками, знает, что часто мне приходится на них реально запотеть. В особенности на 90-ки, когда меня закидывали в Химки, в Париж. Когда оставалось 10-е до процента. Так что, я думаю, заслужил я как минимум один вот такой бой. Легкая катка для того, чтобы получить 3 отметки на легендарной 54-ке. Если вы хотите так же легко получать отметки, такой же легкий бой, чтобы вам выдал ВБР. Не забывайте, конечно же, поставить лайк этому видео. Подписаться на канал, если еще не подписаны. И на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.